Добрый день, дорогие друзья! На любимом нами библейском портале «Экзегет» сегодня хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления на тему евангельского зачала о закеем и таре. Почему это евангельское зачало, как и многие другие, безусловно, очень интересно в контексте осмысления мира современными христианами, и не только христианами. Евангелие от Луки, 19 глава. «Потом Иисус вошел в Эрихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? И не мог за народом, потому что мал был ростом». Здесь очень важный момент. Богатый человек хотел увидеть Иисуса Христа. И сейчас в наше время немало людей, которые, может быть, даже буквально говорят, вот я хочу видеть Христа, я хочу вообще видеть Бога. Почему я Бога в своей жизни не вижу никак? Хочу видеть Бога. Покажите мне Бога или хоть какое-то явное его свидетельство, свидетельство его бытия, его присутствия. То есть, сам такой внутренний позыв – видеть Бога. Всегда ли это неправильно? Вот смотрите, Захей хотел видеть Христа Спасителя, но он был маленького роста и не мог из-за народа. И что он делает? Забежал вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо. Иисус, когда прошел на это место, взглянув, увидел его и сказал, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И Спаситель произносит такие слова, надобно мне сегодня быть у тебя в доме, как будто Создателем Вселенной и Всемогущего Бога, а это Господь Иисус Христос, Вторая ипостая Святой Троица, как будто что-то непреодолимо понуждает. Господь обладает самовластью, всемогуществом, как будто что-то понуждает его войти именно к этому человеку. Причем Спаситель не сказал, что может быть зайду, или если пригласишь, зайду, а прямо говорит, сойди скорее, мне надобно быть у тебя в доме. То есть Господь ищет души, души страждущего, ищущего, по-настоящему ищущего спасение человека. Хотя сам Захей, может быть, даже и не подозревал, что его ожидает. Еще более не подозревали те люди, которые жили в Варихоне, знали хорошо Захея, у них было свое о нем представление, и, может быть, не без основания, его боялись, чуждались и не уважали. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. То есть, смотрите, поступок Спасителя не оценили окружавшие тогда люди. Они даже в глазах всех этих людей Спаситель, ну, если мы условно, современным языком скажем, Господь как бы пал в глазах всех этих людей. Они не оценили этого поступка. Как это он войдет к человеку грешникому? Как зайдет вот этот великий чудотворец? Ну, пусть даже не все до конца понимали, что Христос Спаситель – это Сын Божий. Но, по крайней мере, знали, что это великий учитель, что это, может быть, пророк или как один из пророков, что это великий чудотворец. От его рук и от его слова творятся великие знамения и чудеса. И как он войдет к вот этому, мягко говоря, негодяю. Смотрите, как неоднозначно и неодинаково оценили поступок Господа люди. Окружавшие дом Закея, да, и вот, так сказать, житель Ерихона. Может быть, даже многие из тех, кто шел за Спасителем и вместе с его учениками, которые также были наслышаны про Закея, что он человек богатый, что он начальник мытарей и, может быть, заслуженно, так сказать, у него была слава, как человека жестокого, жадного и несправедливого к другим. Люди не оценили поступок Спасителя, а у Закея все в душе перевернулось. Он видит, что Господь не вознушался войти в его дом. Все в душе этого человека перевернулось на 180 градусов. И он, потрясенный, говорит, Господи, половину моего имения я отдам нищим, если кого чем обидел, возвращу четверо. То есть отдать половину нищим, это говорит человек, который до этого неправильно обогатился. А из второй половины, оставшейся, компенсировать всем, кого обидел в этом городе. А наверняка обидел очень многих. И из последующего, уже из священного предания церкви, в Слове Божьем об этом не написано, а в священное предание нам об этом говорит, что Захей действительно так и поступил. Он приходил к каждому из жителей Иерихона, кого он когда-то несправедливо обобрал, обидел, и каждому возмещал вытку, что люди были поражены, не могли поверить, что такое происходит. Иисус говорит, что отныне пришло спасение дому сему. Смотрите, как поступает мудрый Господь. И вот почему хотелось, дорогие друзья, это может быть даже хорошо известно и многим из нас, евангельское зачало, которое мы регулярно слышим в один из воскресных дней, который, это зачало читается во время богослужения, в контексте современном. Смотрите, Захей мог бы, мог бы, наоборот, возомнить себя праведником. Возомнить себя не поймите кем, что вот этот великий проповедник, великий чудотворец, вошел именно в мой дом, он не вошел бы вообще никому, в Иерихона зашел именно ко мне. Можно было, наоборот, превознестись, возомнить о себе не поймите что. Почему хочется привести именно этот пример? Часто, дорогие друзья, вы тоже в жизни наверняка встречали людей, которые говорят, вот я, например, там что-то сделал для церкви, и меня там пригласили, я там с владыкой какими-нибудь, или там с благочинным, или с каким-то священником, я сидел за трапезой, и после того, что этому человеку оказали внимание, что он вместе присутствовал на трапезе, еще на каком-то совместном мероприятии, допустим, на какой-то конференции. Порой люди, вместо того, чтобы осознать это как милость Божию к себе, понимаете, в чем нюанс, понять, что Господь проявил к тебе милость. Ты, может быть, обладаешь какими-то талантами, дарованием, какими-то возможностями, но Господь проявил к тебе милость, что твои таланты, твои дарования, может быть, твои материальные средства были востребованы, и вот с тобой общается, допустим, человек в священном сане, ты как-то стал более известным в каких-то кругах. Вместо того, чтобы превозноситься этим и мнить себя, что ты уже как-то невероятно выше всех остальных людей, осознать, что это великая милость Божия к тебе. Великая милость Божия – это должен быть внутренний призыв к покаянию, к исправлению, к более внимательному к себе отношению. А нередко, и я лично встречался не раз с такими людьми, когда говорят, что вы мне там рассказываете, что мне там о покаянии, там там об испании. Вы знаете, где я бывал, с кем я общался, с кем я за трапезой находился. Так, милый человек, это была милость Божия к тебе. Это не повод превозноситься. Это не повод теперь, после того, что ты что-то сделал для того или другого храма, и тебе было оказано внимание, это не повод теперь считать, что заповедь Божия о покаянии, о том, что надо идти узким путем, взяв на свои рамена крест Христов, что помнить о смерти, что надо исправлять свою жизнь. Если ты живешь не венчанно, надо сочетаться церковным браком, что детей воспитывать в христианской вере, если у тебя есть, или внуки, и так далее. То есть, любое внимание к тебе или твое соприкосновение с церковью на земле, это повод для твоего внутреннего нравственного роста, а отнюдь не повод почувствовать. Я на трапезе с архиереем был, и там бывал. Что мне тут теперь будете рассказывать про какое-то покаяние? Как будто покаяние – это уже не для меня. Вот чем важен для нас пример Закея. Закей Мэтарь не стал ходить по городу Иерихону и говорить, да вы знаете, кто я такой? Вы знаете, Иисус, Назарейский пророк, он в мой дом вошел, он не к тебе вошел, а вошел именно ко мне. Знаешь, кто я теперь? Теперь ты изволь мне, так сказать, дань еще больше платить, потому что я теперь более важный человек, самый важный, самый популярный человек в городе. Он не говорил так. Напротив, он осознал себя грешником и сказал, Господи, половину умения раздам нищим. Он внутренне изменился. Произошло качественное изменение человека, который осознал милость Божию к себе. Многие наверняка из нас, современных людей, по образу жизни, подобны Закею до его обращения. Но многие ли из нас подобны ему после того, когда к нему вошел Христос? Давайте все-таки над этим задумаемся, дорогие друзья. Повод задуматься есть. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...